Житель дома номер 7D по проспекту Металлургов Замир Шокпанов живет на восьмом этаже. На протяжении пяти лет он обращался в различные инстанции, чтобы в его подъезде восстановили лифт. И вот, наконец-то, у мужчины появилась возможность добираться до квартиры не пешком, а в комфортных условиях. «Ну, лифт удобно же будет вам ездить?» «Естественно, будет удобно. Естественно, мы страдаем. Мы страдаем для кого? Не для себя. 25 лет. Мы оставляем его. На них оставляем. Они покатаются. Они не могут. И ребенка будет, коляску спускаться, подниматься». Начать работу по восстановлению лифта жители смогли по программе «Модернизация жилого фонда-2020», которая работает на возвратной основе. Государство предоставило необходимую сумму на замену лифтового оборудования. И теперь жильцы третьего подъезда по данному адресу должны будут ежемесячно выплачивать по 4 тысячи тенге с каждой квартиры в течение восьми лет. Однако не все согласны с такими условиями. «У нас сейчас идет война между жителями. Люди, например, здесь отказываются. На седьмом этаже тоже такие люди есть. На седьмом этаже тоже такие люди. На шестом этаже тоже такие люди. Хоть друг друг щепчут. На пятом этаже люди восемь платили, в данное время не хотят платить». Замена старого оборудования на современное заняла у подрядчика около месяца. Сейчас ТО «Караганда-лифт» проводит монтажные и пусконаладочные работы. «Наладка – все. Подключение оборудования, экспериментальный запуск лифта. То есть проверить кнопки, как на этажах останавливаются, чтобы точные остановки были. Отбить это все, отрегулировать. Ну и в принципе все». На сегодняшний день в Тимиртау в рабочем состоянии находится 131 лифт. Нуждаются в реконструкции 173. По словам специалистов, на текущий год было запланировано обновление 25 лифтов, но из них восстановили лишь 14. «Три дома в работе. На сегодняшний день проводятся монтажные работы, установка лифта. И 8 домов они ждут своего черта. Документы все готовы, ждут поставки оборудования». По словам специалистов, чтобы воспользоваться государственной программой по восстановлению лифта, необходимо согласие не менее 69% собственников квартир. За более подробной информацией можно обратиться в Центр модернизации жилищного фонда по Карагандинской области. Кристина Кириченко, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.